дорогие друзья мы в эфире спасибо большое всем привет меня зовут олег фиджиал плюс мы делаем сейчас а и лабу то есть лабу на которую мы обучаем художников работать с нейронными сетями и в рамках этой лаборатории художники их работы будут представлены в мобильном приложении с дополненной реальностью который можно будет смотреть в манеже на фестивале art life и это такое комплексное мероприятие с точки зрения того что мы соединяем и физическая работа художников и цифровые и соответственно стараемся просвещать как людей кто хочет и интересуется искусством так и самих художников вот со мной сегодня прекрасная наталья фукс полина кондарева и она заведей каждому из вас я сейчас отдельно предоставлю слово чтобы вы рассказали поподробнее о себе вот я наверное прежде чем передать слово хотел бы сказать о том то что мне особенно приятно говорить про искусственный интеллект в контексте искусства потому что на мой взгляд искусство оно всегда опережает время да то есть мы всегда в вопросах которые стоят перед художниками мы освещаем те вопросы которые для многих еще непонятны ну к примеру для многих generate fi как новая отрасль как вот стейбл диффьюжен миджорни чат джипити и тому подобные технологии стали как гром среди ясного неба вот а для художников и людей которые работают с в этой сфере да это было достаточно уже давно понятно что мы с этим работаем что это поднимает новые вопросы поднимает новые какие-то грани и примеру наталья тут будет интересно поподробнее да вот был еще а и арт манифест 2020 году вот очень интересно будет про это послушать подробнее вот с одной стороны извините вот с одной стороны и с другой стороны это позволяет сейчас людям которые будут смотреть и больше стараться узнавать про то что можно делать новым возможности искусственного интеллекта посмотреть в будущее да то есть они будут направлены то что они могут сделать сегодня и что будет актуально завтра вот соответственно сейчас на этой ноте хотел бы передать слово сначала наталье фукс как искусствоведу как основатель практики артипикал как человек который работает с искусством уже очень давно вот я на самом деле все регалии наталья не буду ваши перечислять вот предоставлю слово вам спасибо большое да я дополню презентацию олега и благодарю за все теплые слова тем что я сейчас также являюсь куратором пушкинского музея в и развиваю generative gallery studio радио радуга дизайн в качестве директора по коммуникациям и получается что у меня такой очень опыт многогранный который позволяет с одной стороны и институциональные процессы наблюдать с другой стороны независимую жизнь художников и это по моему очень классно потому что это во первых позволяет как бы жизнь видеть со всех сторон и создавать проекты ну наиболее наверное интересные и тому и другому сообществу то есть как бы позволяет вот такой опыт посмотреть друг на друга и со стороны и так всегда было и с точки зрения искусственного интеллекта вот как раз наверное мой опыт работы с именно с этой технологии и позволил мне в определенный момент сочетать очень тесно институциональную практику и работу с независимыми художниками потому что каждый по-своему в исторической какой-то перспективе наверное на эту технологию смотрел по разному то есть если художники всегда интересовались такой очень экспериментальный концептуальной стороной искусственного интеллекта то как раз музей и галереи всегда конечно же в первую очередь смотрели на перспективу каких-то прикладных аспектов этой технологии того как можно естественно это искусство созданное с помощью искусственного интеллекта сохранять и работать прежде всего с авторским правом вот как раз это тот вопрос надеюсь который мы затронем и мне было бы очень интересно мнение коллег здесь услышать потому что до например 23 фактически года я вообще никогда не сталкивалась с какими-то проблемами или даже остро стоящими вопросами связанными с юридической практикой в произведениях построенных на нейросетях потому что ну собственно не было вот этой общественной дискуссии такой широкой и она только-только появилась с максимально широким охватом мобильными приложениями специальными программами которые стали доступны всем вот как бы этот вопрос стал звучать том числе и я получила этот вопрос впервые в свой адрес когда представляла проект манифест манифестов в центре зотов в москве и это была выставка которая представляла собой тексты написанные машинным интеллектом на базе на таком своде художественных текстов 20 21 века и собственно вопросы по связанные с юридическими аспектами с авторским правом задавали но как бы люди из самой широкой аудитории которые присутствовали на этой выставке и для меня на самом деле это было очень классно интересно услышать потому что это означает что дискуссия об искусственном интеллекте в культуре и в обществе достигла вот того пика когда мы можем говорить не только о каких-то трудностях связанных с искусственным интеллектом его внедрением в жизнь а уже как бы вплотную подойти к вопросу этики использования искусственного интеллекта да как бы создание датасетов определенных и как бы работы с нейросетями вот наверное это как бы моя моя такая водная просто будет часть и дальше слово коллегам передам и вам спасибо большое наталья да на самом деле вы коснулись тех тем безусловных которых мы сегодня раскроем поподробнее да это конкретно само индивидуальное право в совместно с технологии искусственного интеллекта на самом деле вопрос этики я бы на самом деле разделил бы наверное да потому что вопросов этики есть и там другая сторона не связана с индивидуальным правом безусловно но это это такой я бы сказал самое самый острый на данный момент вопрос который стоит скорее всего в отрасли вот потому что наверное для нас как людей которые так или иначе работают в арт индустрии вопрос связан с тем то что является и автором или там еще чем-то но чаще всего не стоит вот здесь кстати интересно будет ваше мнение потому что ну на мой взгляд мы пришли в эру пока еще не до конца сформированного такого усиленного интеллекта то есть когда человек плюс машина совместно что-то творят вот именно поэтому сегодня панельную дискуссию мы решили назвать и как новая кисть художника да то есть тем самым заменуя то что мы считаем то что это лишь новая технология в руках человека когда-то знаете там фотоаппарат появился и появились дискуссии насчет того является ли это творчеством вот нашем по крайней мере моем понимании да это это так вот спасибо большое наталья за такое интро вот полина анна я хотел бы вам передать слово чтобы рассказать подробнее про мастерс диджитал и про вашу галерею наверное я начну тогда да расскажу как появилась галерея мастерс диджитал в первую очередь я как основатель образовательного проекта мастерс который существует 2015 года в санкт-петербурге а теперь имеет свой филиал в москве и в том числе и книжных магазинов связанных с искусством фактически для меня новой технологии является новым инструментом и для менеджеров наших образовательных программах и конечно искусственный интеллект также а является предметом теперь осмысление и мы очень много работаем с корпоративными программами обучения с повышением квалификации музейных сотрудников и хочется наверное отметить что и вправду зона интереса сейчас она гораздо шире чем это просто было раньше до истории искусств там креативные концепции и так далее поэтому конечно в первую очередь для нас это в том числе и образовательный инструмент и когда мы основали мастерс диджитал два года назад это была первая кураторская платформа которую курировал дмитрий озерков и тогда мы создали вот такой мне кажется важный проект для российского там диджитал медиа искусства это виртуальная галерея к первой выставке сферового искусства незримый эфир армитажа и тогда это тоже был очень интересный опыт когда ну такой один из больших государственных важнейших музейных институций да в россии создал вот такую такой прецедент да пригласив ну вот в общем топовых наверное художников которые ну и что важно наверное мировых поделились своим опытом создания в том числе и нефти да на тот момент как раз но это было такое в общем самое важное явление о котором все говорили и мне кажется этот опыт дал нам очень хорошую ретроспективу вообще посмотреть на спрос насколько это интересно да на сам а нам с точки с точки зрения дал очень большой опыт именно в формировании такого рода виртуальных галерей и после чего мы начали организовывать такие выставочные проекты метавселенных используя разные приложения дальше как бы если раньше там мы должны были приходить заходить несколько кликов устанавливать приложение там выбирать аватар сейчас конечно это все обращается и технологии позволяют нам это сделать значительно проще тем самым доводя нашего зрителя который раньше во многом отваливался да на каких-то стадиях к сожалению регистрации и так далее в общем вот это все движется и хочется сказать что мне кажется сейчас интерес может меньшей степени да связан как раз таки с нфти и в общем после того как мы создали вот такой большой проект с армитажем сейчас мы уже сделали большой проект на заряде в куполе инфоцентра это тоже был очень интересный опыт для широкой аудитории когда каждый мог прийти и познакомиться с вот таким медиа искусством и конечно было очень много разных отзывов с точки зрения того что там были записаны аватары художницы которая каждый час выходила в эфир и рассказывала про выставку но в общем это тоже для нас был очень интересный выставочный проект вот уже как год с нами в команде работает анна заведи как куратор и в общем такой программный директор нашей галереи и конечно я наверное просто скажу как основатель мастерс про нашу образовательную миссию сейчас за год наверное нам удалось сделать более восьми проектов уже в галерее это каждый раз разные форматы разные опыты разные художники и здесь мы работаем и с медиа художниками из форматами фотографий виар и для нас каждая как бы такая выставка мы показываем и конечно диджитал проект в том числе возможность показать достаточно широкой аудитории конечно у нас сейчас уже есть хорошем смысле мне кажется тоже интересный опыт смешивания аудитории любителей или ценителей коллекционеров классического искусства и в том числе диджитал и что приятно отметить как бы совершаются продажи мы участвуем в ярмарках современного искусства такие как так 1703 космоску и помимо того что у нас есть возможность привлекать молодых художников на которых мы сейчас в общем во многом российских делаем свой акцент и упор давать им новые возможности и конечно все это помогает устраивается очень хорошо в нашу вот такую образовательную миссию потому что мы очень много делаем дискуссионных программ и разрабатываем там и как раз таки совместно с радуга дизайн для вк и со всеми игроками рынка проводим и участвуем в онколог даем возможность реализовывать молодым художником отобранных на разных конкурсных основах персональные выставки в нашей галерее и в общем помимо того что это и вправду очень важная образовательная миссия здорово что теперь это уже и бизнес проект наверное здесь как раз дальше про продолжит анна в большей степени про тех с кем мы работаем какие опыты да мы даем нашим слушателям и зрителям спасибо большое полина да полина спасибо спасибо большое за приглашение в дискуссию важный вопрос наверное никогда так буйно да еще искусство не окрашивалась технологиями как будто сейчас тот самый момент когда зарождается и не только новая этика но и на самом деле новейшая эстетика потому что мне как куратору галереи понятно что существует такая встреча двух больших течений одно течение связано с там мы работаем в области галерейной да мы работаем с искусством с большими нарративами стараемся и есть какое-то представление о классическом искусстве о том как оно существует даже если говорить о там медиа искусстве в его классическом ключе это все равно разные технологии это критические точки отношения к тем или иным темам и вот вот это вот большая история развития искусства и к ней такой волной сейчас как бы добавляется совершенно другая совершенно другая эстетика совершенно другое как бы взгляд на мир и как раз эти люди это вот эти новые художники которые сейчас уже мне кажется даже корректнее называть этих художников креаторами и они сами так себя называют и в этом на самом деле много симптоматики симптоматики такой же которая описывает технологии с которыми художники работают и в частности это касается искусственного интеллекта потому что работая с этой технологией художник как бы приравнивается к создателю создатель да это креатор создатель в смысле создатель миров и чуть ли вот не бог потому что бог сотворил мир словом и нужно говорить о том что да искусственный интеллект он также пока управляется словом ну то есть это некий запрос в связи с которым формируется тот или иной визуальный материал например и я знаю что для художников и такая очень важная вещь действительно иметь такую опору в таких инструментах она может быть очень хорошо вспомогательный но тут конечно если говорить о галерейном деле то мы с большим вниманием относимся к как бы еще как бы ко всем аспектам то есть не только то что очень красиво создано претендует на то чтобы быть показанным в галерее понятно что за любым искусством ну для нас по крайней мере и для нас и этом для полины и для наталья я знаю потому что мы с натальей уже когда-то давно встречались на киберфесте пересекались я тогда только начинала путь вот в медиа искусстве наталья уже тогда курировала большие проекты вот и мы ну как бы как мне кажется я себе позволю здесь обобщить мы как бы стоим все еще на стороне вот большого искусства скажем да такого fine арта и даже в медиа искусстве есть такое как бы ну скажем такая зона и но как будто бы для того чтобы случилась какая-то правильная синергия вот этих потоков о которых я сначала сказала здесь нужно конечно так немножечко как сказать необходима демократизация взгляда как мне кажется потому что тот эстетический как бы новая вот эта волна которая приходит она другого там рода она имеет другие корни и я все время об этом говорю что есть художники которые как бы аутентично родились из гейм-дева из дизайна из архитектуры и вот если это приземлять на деятельность нашей галереи то в частности те диджитал художники с которыми мы работаем это не там дипломированные художники да которые закончили академии а сейчас уже это может быть и архитектор и дизайнер который вот как бы работает с определенными инструментами в таком как бы глубоком критическом ключе то есть вот это еще как бы глубина глубина ресерча глубина как бы отстояния также от технологии потому что очень просто быть как бы очарованным технологией настолько что она тебя как бы захватит и будет тобой управлять так что ты уже сам не контролируешь процесс а вот признак как бы хорошего художника и хорошего искусства которое получается да это тогда когда технология все-таки тобой полностью контролируется управлять и используется точечно там и точечно и по необходимости когда как бы все эти вещи идеально совпадают вот тогда получается хороший продукт который простите уже за слово продукт искусства но тут тоже вопрос это такая отдельная дискуссия искусство продукта или не продукта в общем тоже можно об этом по-разному говорить но мы конечно стараемся производить хорошие выставки которые да действительно можно назвать хорошим продуктом и вот этот вот как я сказала ресерч да и вот эта критическая еще как бы часть она тоже очень важна вот да спасибо большое полина анна по поводу того что наталья с нами да и я тоже когда начинал свой путь в области медиа искусства наталья тогда уже была очень известной персоной в россии вот поэтому безусловно очень рад что мы сейчас все вместе обсуждаем вопросы уже актуальные современные на данный момент вот и в рамках которых у нас есть так или иначе компетенции она вы коснулись тоже тему вот я бы на самом деле вот вокруг чего как раз хотел построить наш сегодня диалог это эстетика право и этика вот три момента которые меня сейчас вот интересуют и с точки зрения эстетики вот здесь хотелось бы поподробнее ваш взгляд потому что вообще я имею ввиду всех потому что с одной стороны есть мысль о том то что ну вот мы переходим да там типа мы называем это алгоритмическая эстетика вот это там не новое слово да достаточно давно уже понятно известно с восьмидесятых годов но в массовую культуру это переходит вот наверное только только сейчас вот и вопросы связаны с тем то что вот особенно когда там nft до были популярны ну то есть они как бы мы коснемся nft я думаю в контексте права еще но многие задают вопросы да как там картинка может стоить миллион долларов да там особенно если она но с точки зрения эстетики так сказать человека который воспитан на других каких-то реалиях да нам не игровых или еще что-то она вообще непонятно вот можете подробнее раскрыть что под эстетикой сейчас вы подразумеваете в контексте там вот тех работ которые выбираете да то есть с какими художниками работаете какие на какие элементы обращайте внимание вот мы это плавно перейдем к искусственному интеллекту потому что на самом деле эстетика алгоритмическая которую я подразумеваю это и геймдф это и это и аэр виар то есть это такое большое вот но мне вот волнует вопрос на какие моменты сейчас с точки зрения вот допустим молодой художник да галереи и кураторы обращают внимание наталья давайте вам слово хорошо спасибо да очень интересная тема и как раз я здесь наверно хотела бы обратиться к такой вот разнице опыта как кураторского своего сейчас дженератив геллери уже второй год ведет направление медиа арт платформа простор и регулярно открывает опен пол для художников которые могут показать свои работы на медиафасадах москвы и вот когда я оказалась включенной в этот проект вообще в эту инициативу то первое мое ощущение кураторская связано как раз такой тотальной демократизации искусства новых медиа было довольно наверное настороженным потому что я даже может быть с некоторой долей как бы сомнений относилась к тому что можно обеспечить в короткие сроки показ большого объема интересных работ интересных художественных произведений для таких крупных форматов с учетом максимально широкой аудитории которая должна эти произведения увидеть и который мы хотим аудитории показать и на самом деле вот в рамках этого проекта как раз я думаю что дженератив геллери делает очень крутую такую вещь это преодоление определенного комплекса который существует и абсолютно точно есть и у молодых кураторов и у молодых художников связанных с тем что порог галереи или музея иногда ну просто очень тяжело перешагнуть а значит очень тяжело назвать себя состоявшимся художником и для молодых ребят я думаю что это вообще крайне важно преодолевать вот этот вот страх искусства страх как бы идентификации себя с художественной средой и как раз искусство новых медиа сейчас вот в последнем выражении в последних проектах дает огромное количество возможностей и вот например за прошедшее лето дженератив геллери представила в москве получается уже три выставки на разных крупных медиафасадов от торговых центров до того же заряде вот который упоминала полина это был проект который был связан не только с созданием произведений которые говорят на определенном визуальном языке это еще и технологические аспекты подготовки контента для определенного формата трансляции и вот все эти программы вы знаете они были абсолютно уникальные то есть нашлось необходимое там количество большое авторов которые создавали свои работы и продолжают их создавать потому что художники участвуют в этих опытных полах постоянно и мне кажется что это возможность действительно во первых войти в художественное поле для самых разных авторов и и слово креатор которое кстати упомянула анна я понимаю что она как бы идет вот как раз из того поля которое называется сейчас креативной индустрии и мы здесь под креаторами имеем в виду действительно людей из самых разных дисциплин которые приходят и с помощью своего видения начинают создавать не только художественные произведения но и концепции и вот это очень важно потому что на самом деле с чем я столкнулась как куратор уже в своей практике там за пределами и кураторских и по сути актом как бы художественного творения стала та самая концептуальная работа которая в итоге естественно может вызывать вопросы с точки зрения классической эстетики потому что ну как бы это вообще другой мир но каждый из нас в итоге предстал художникам в этом проекте и мне кажется вот это очень важная такая смена вообще парадигма потому что на мой взгляд сейчас кроме того что происходит очень серьезный прорыв с точки зрения с точки зрения использования технологий там самым широким кругом людей искусственного интеллекта в частности еще и действительно происходит вот тот самый визуальный поворот да о котором говорили когда-то художники еще в начале двадцатого века но вот у нас новый этап в двадцать первом веке мы кстати так и назвали четвертый open call generative gallery с показом работ на останкинской башне вот этот open call называется визуальный поворот на самом деле полностью согласен и название конечно потрясающе а вот если Анна вернуться или Полина к вам да по поводу на какие элементы да вот сейчас с точки зрения эстетики вы в рамках выбора да художников для показ в галерее ориентируйтесь я думаю что Аня начнет а я как раз больше продолжу уже как человек в большей степени коллекционер да на самом деле опять таки комплексные вопросы вопрос эстетики тоже как куратор я сталкиваюсь и даже с внутренним каким-то конфликтом потому что долгое время занималась не только диджиталом или даже большей частью нет диджиталом да а в общем классическим ну в смысле классическим современным искусством скажем да которое не всегда должно быть очень эстетичным оно может быть достаточно концептуальным или там минималистичным или наоборот содержать какие-то иногда отталкивающие формы но такие которые как бы двигают твое восприятие куда-то вот за рамки и когда плотно начала заниматься мастерс диджитал стало понятно что вот эта другая эстетика она в некотором смысле опять слово демократичное да опять всплывает она в некотором смысле более как мне я вообще сейчас не хочу да никого не дай бог обидеть никаких художников но она может быть более наивна она может быть более простой опять-таки это связано часто с тем что идет исследование технологии и оно бывает как бы носит такую форму которую привычно я бы в каком-то предыдущем опыте я бы например была склонна к ней как-то отнестись скептично но диджитал как бы расширил вот эти границы и моего личного восприятия и стало понятно что это просто есть феномен ну условно мы понимаем что там есть криптопанки это феномен вот в частности про то почему это там дорого стоит ну потому что это это как бы момент да точка во времени ты платишь не за гифку да вот эту не за ло-фай как бы изображение а за прецедент уже за как бы точку во времени и пространстве которая изменила как бы ход истории то есть тут не только визуальная история важна но и в целом как бы социальные все экономические изменения маркетинговая да да ну в общем все вот это да и вот оно собирается в какой-то точке и обозначается некоторым nft и и вот как бы приобретает ценность больше чем ее визуальная ценность вот прошу прощения я ну во первых хотел дополнить то что на самом деле вот я там связан с дополненной виртуальной реальностью да то есть и вот с искусственным интеллектом уже очень давно и не даже для меня это был очень сложный поворот поэтому я на самом деле очень рад что мы сейчас условно поделись этим потому что я сидел и ну смотрел на этих криптопанков и мне было ужасно потому что я думаю неужели я не понимаю тренд времени да то есть и я считаю это ну как сказать так политкорректно некрасиво вот ну как бы честно что вот да все мы пережили этот поворот визуальный визуальный поворот да но также хочется сказать что сейчас понятно так же и опять я все делаю упор на инструменты да что это все инструменты и вот чем как бы какая сейчас возможность действия инструментов вот такая вот такая эстетика нам и предлагается и очень часто мы видим да как генеративное искусство сводится до переливания странных лиц одно в другое и если там в 2019 году там Марио Клингеман да там на выставке в Эрмитаже и это выглядело вау это было очень круто инсталляция это делала Аксена Фаундейшн тогда ну там тогда это на меня произвело большое впечатление но сейчас понятно что ну как бы все эта технология там осталась все от нее были в изумлении тогда еще вот как вы говорите да кстати в области искусства уже происходило широкого распространения еще не было вот 2019 год а сейчас понятно что уже любой человек может пользоваться Mid Journey Stable Diffusion и получать все те же самые как бы эффекты и то что как бы то что вот прям во времени сейчас существует оно завтра ну в смысле что сегодня очень модно уже завтра станет совсем не модно вот поэтому нужно так чуть-чуть отстоять нужно от этой вот технологии как бы к ней еще как-то очень по умному подходить поэтому в частности отвечая на ваш вопрос про эстетику мы конечно ищем таких художников и обращаем внимание на тех которые не в точности попадают в тренд да а они как-то от него отстоят вот они либо использовали технологию очень по умному но чуть как бы ее там немножко опередили или предупредили либо наоборот немножко отдалились и как будто ушли в прошлое посмотрели ретроспективно то есть всегда вот нужна такая как бы немножко как бы как бы вот это расстояние нужно критическое потому что иначе это становится ну вот ну как бы как графоманство знаете вот ну да я просто хотел прошу прощения перебить хотел насчет того что с другой стороны мы видим что как тогда Клингеман да делал с нейронными сетями арт да и сейчас это становится уже таким повсеместным и получается искусственный интеллект как кисть оно как бы себя ну реализовало то есть это уже да и популяризировало и когда что-то становится популярным оно считай как бы случилось то есть пока оно было у избранных да вот оно как бы и было таким fine art fine media art а сейчас вот популяризация но мне кажется вот как раз работа с диджиталом но лично меня как куратора очень сильно вот расслабило в этих всех вопросах что ну как бы смотри чуть шире не надо быть снобом как бы пожалуйста как бы прими все многообразие да я я а вот хотел коснуться темы насчет того что вот мы не раз сказали демократизация да демократизация технологии демократизация каких-то элементов не знаю то есть условно говоря сейчас я это вопрос сейчас каждый кто там может сделать с миджорни допустим да там или стебл дефьюжн арт он может себя считать художником вот на ваш взгляд это такой вопрос с подвохом хороший вопрос задавайте всем по очереди да полина слушайте ну давайте я сейчас тогда выступлю все таки продолжать немножко эту тему о которой мы говорили но вообще-то несмотря на то что безусловно мы смотрим очень много художников там и молодых уже состоявшихся те кто диджитал горный и те кто наоборот развивается там из тех из классических более практик мне кажется вообще-то это про уровень насмотренности и все-таки если мы исходим а мы все-таки сами исходим в основном из положения что мы работаем из медиа искусством как с искусством да то конечно мы не рассматриваем условно панк и так далее это отдельные как бы сообщества мне кажется отдельные немножечко фаны и вправду здесь правда просто можно сказать что вообще-то это сообщество вышло из владельцев крипто я не знаю в некоторых группах называют криптаны ну в хорошем смысле да и как бы здесь немножко другой уровень мне кажется насмотренности и в целом идеи которая как бы была в это заложена поэтому мне кажется что то от чего отталкиваемся мы с Анной конечно это от темы исследования и от самой идеи возможности репрезентации и вот как я говорила что и вправду мы за это время отработали очень много проектов которые как бы главной своей миссией посредством инструментов там диджитал искусственного интеллекта уже там два-три проекта были как бы с использованием искусственного интеллекта это может быть даже не видео как бы созданные да уж совсем вот так вот напрямую скорее как бы которые были проработаны посредством там тоже разных технологий и мне кажется здесь больше про исследование самой темы и здесь мы с Анной всегда стараемся найти какие-то важные форматы которые позволяют говорить об отношениях матери ребенка если условно обычно мы говорим что диджитал он скорее наоборот нас уводит от чувствования там да каких-то таких вот понятных вещей то как раз таки у нас был проект созданный там про отношения детей отцов и детей вот последний наш проект Дениса Давыдова он вообще связан с такой национальной идентичностью ее осмыслением да хочешь добавить ага я еще хотела добавить кстати вот здесь тоже важное реверсивное движение что всегда возникает когда бам и не а мы как бы но есть контрдвижение вот одной из таких важных черт проекта Дениса Давыдова было то что он говорил и на своем артистоке он говорил это все сделано руками это не нейросеть это очень долго очень долго все текстуры то есть как будто бы уже и даже в этом есть да вот это вот как будто бы знак качества это когда ты очень долго сидел и наоборот руками огромной командой создавал эти 3d как бы эти 3d эти среды вот еще такое есть тенденция ну мы коснемся вот это у меня как раз следующего был вопрос но я все-таки хочу вернуться к моему вопросу да потому что на самом деле он ну на мой взгляд важен для вот сейчас вот людей которые да там хотят себя почувствовать художником да хотят пойти по этому пути и так далее вот и вот ваше мнение по поводу я понимаю что это такой простой вопрос звучит да но на самом деле там очень много подноготный но вот человек к вам приходит и говорит вот я художник и у меня работа сделана стебл дефьюжн миджорния какая ваша реакция да то есть как вы оцениваете какие вопросы может быть создаете и так далее я просто может быть тоже поделюсь все таки опытом того что и вправду к нам приходит очень много молодых художников и мы с радостью берем потому что допустим когда они говорят мы будем презентовать свой проект два часа ты думаешь ого и поначалу мы сильно удивлялись а потом мы понимаем что уровень проработки самой идеи концепции настолько глубокий это все равно же очень много возможностей не только визуальных но там использование музыки это у нас отдельная сейчас песня во всех проектах как бы в хорошем смысле они настолько много составные многосложные поэтому мне кажется все таки в краю как-то краю угла всегда и вправду концепция идея и неважно какой инструмент человек использует и дальше конечно вопрос эстетики он стоит и всегда но человек насмотренный человек который работает с глубоким мне кажется контекстом он уже изначально в хорошем смысле запрограммирован на успех но вот это мое скорее такое видение Наталья Анна может быть что-то добавите по поводу именно ну наверное формы и смысл да и вот конкретно там использование вот Stable Diffusion как работы как именно на этом если художник делает ставку ну я бы сказала что куратор я смотрю сразу на два аспекта это и какая-то концептуально содержательная часть потому что в моей практике было очень много произведений сильных связанных с искусственным интеллектом или построенных на нейросетях которые имели ну как бы минимальную какую-то визуальную привлекательность и ну какую-то яркость и медийность но при этом это были очень сильные сообщения которые ну как бы кроме художника почему-то никто не смог сделать да вот нигде в мире не появилось такого осмысления технологии как в этой работе поэтому здесь могут быть и концептуально сильные высказывания которые куратор в итоге на которые обращает внимание и начинает уже с ними работать с точки зрения того чтобы определить это в какое-то там место подходящее для экспонирования да как бы построить как-то дальше коммуникации с художником чтобы может быть достроить как-то эту работу это ведь может быть и совместный уже такой кураторско-художественный процесс и второе второй аспект это просто виртуозное владение технологии потому что на самом деле если мы говорим о том что искусственный интеллект это кисть да даже в собственно в те времена когда востребовано было классическое искусство то классическое искусство как раз определяет виртуозность использования той самой кисти да текстур фактур и понимание того как со своей технологией управляться поэтому здесь получается что вот два направления как-то они уживаются два этих взгляда и даже художников наверное которые работают с искусственным интеллектом вот я для себя классически традиционно так делю на два типа это концептуальные артисты и те кто работают в чистом виде с технологией как для создания визуального материала да ну я просто хотел сказать о том то что вот с точки виртуозности на мой взгляд сейчас как раз мы видим за счет вот этой демократизации все больше увеличения да людей которые что-то с этим могут делать потому что ну 2018-19 год взять то компетенции которые необходимы были для работы с искусственным интеллектом их было достаточно мало это было вот поэтому там мы видели некоторые картины вот а сейчас это действительно намного больше именно поэтому кстати вот Digital Blues это то что мы разрабатываем платформу у нас это связки нейронных сетей потому что мы понимаем уже сейчас что художнику для того чтобы создать какой-то там арт именно с искусственным интеллектом к примеру ему может быть недостаточно конкретно какой-то одной нейронной сети ему нужно дальше связывать это между собой и вот в итоге получать определенную картину я хотел бы вернуться к то что Анна вот вы затронули относительно как бы сказать обратного движения да вот ваше мнение интересно всех потому что вот лично мое мнение оно не совсем наверное ну так сказать оно субъективно вот то есть когда вот допустим появились фотоаппараты да то все ну художники в основном начали задаваться вопросом что нам делать дальше да то есть с точки зрения того что до этого там мы повторяли условно природу вот и у нас пошел там абстракционизм пошли новые веяния в искусстве вот но при этом появилась там тенденция да там гиперреализм когда наоборот стали уже рисовать наоборот а вот мы вот нарисуем супер точно руки там какие-то элементы и так далее вот в каком-то смысле на мой взгляд вот этот ноу эйай да то есть когда художник гордится тем то что это сделано вручную и так далее это вот конкретно вот какой-то стиль да вот ну небольшой но вся тенденция она идет в то что как бы это как бы скорее исключение чем правило вот не знаю согласны вы с этим или нет и вообще насколько у этого движения ноу эйай это мы плавно переходим к вопросу права на самом деле вы видите подводные камни то есть насколько это хорошо плохо да то есть может быть с каким-то элементами это уже встречались с точки зрения ноу эйай вот Наталья кстати это интересно у вас был уже с этим опыт давайте наверно Анна ответит потом я могу присоединиться ну во первых мне кажется что есть место всему вот и как ну вот 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 скажем так у нас еще например если говорить о примере нашей галереи у нас не было еще художника которого бы мы показывали который бы использовал только технологии господи эйай да и как бы только на только на этом была бы построена работа пока что я не видела таких вот ну прямо серьезных прецедентов может они еще до нас не дошли у меня есть кстати художник который мне нравится и они очень похожи вот Ярослав Кирсанов и Никита Панин Никита в Петербурге жил некоторое время потом сейчас переехал но это все еще та же работа с лицами как я говорила и вот в ту же как бы эстетику и это вот тот самый как бы понятный и узнаваемый эйай и Прошу прощения а что подразумеваете под узнаваемый эйай Ну я говорила о том что есть некоторые как бы инструменты которые технологии принадлежат и ты понимаешь что там вот этот мерч там ну вот как бы вот такой вот переход это вот такой инструмент это сделано вот таким то образом это вряд ли сделано вручную то есть есть какие то просто узнаваемые вещи и у этого всего тоже есть мне кажется ну как бы это все можно категоризировать да как в какой-то момент диджитали как в какой-то момент все делали господи как они партиклы да и ты так господи уже смотришь на эти партиклы и думаешь ну понятно и в какой-то момент уже все ты как бы не можешь на них смотреть больше их серьезно не воспринимаешь и также вот эти мерчи в общем мне не кажется что вот это ноу эйай это знак какого-то качества или как бы ограничения один из методов существования все еще в диджитал искусстве когда ты создаешь 3d скульптуры 3d модели и все как бы делаешь но при этом также наравне с этим также может существовать прекрасный крутой как бы опять скажем продукт искусства созданное с помощью искусственного интеллекта вот вот ответила я да да далее у вас ага я я бы знаете вот у меня сейчас мысль пришла пока она говорила о том что на самом деле вот в контексте ноу эйай для меня как раз вопрос эстетики оказывается тесно связаны связан с этикой потому что мне кажется что концепция ноу эйай как раз имеет место быть если ты с точки зрения этики осмысляешь этот инструмент и понимаешь что для тебя по каким-то параметрам как для художника например недопустимо работать с технологией которая вот по каким-то этическим параметрам не проходит твой ну какой-то внутренний контроль с точки зрения принципов которые заложены вообще непонятно тебе до конца да как бы как ты можешь с этим дальше жить там что-то делать потому что на самом деле вот таких этических вопросов если ты особенно оказываешься вовлечен с точки зрения художественного процесса в создание работы на базе искусственного интеллекта в создании датасета да как бы их возникает очень много поэтому вот наверное я считаю что такой подход он как бы оправдан именно в контексте в контексте этики может быть вот это мостик дальнейшей теме в дискуссии да это кстати это интересно я хотел сказать по поводу этики действительно вот у нас был один из примеров до того как диффузионные модели да то есть это стейбл диффьюжн миджорни и тому подобное стали популярны в основном были популярные ганн нейросети они как бы и сейчас есть они улучшаются вот но вот клингеман это в основном на ганн нейросетях делал вот и суть была в том то что мы обучали на датасетах как бы на собранных датасетах да обучали нейронные сети и вот один из случаев был у нас вот я хотел поделиться не буду сейчас там про имена говорить да но условно мы взяли работы художницы вот ну по праву ну то есть договорились то есть все все честно все четко вот и экспериментировали на самом деле там очень много крутых вещей было в итоге потому что художница сама узнала многое о своих работах благодаря искусственному интеллекту вот если она допустим думала что у нее в одном все стиле оказалась в другом потом она благодаря искусственному интеллекту поняла что все что связывает ее что вроде бы разные концепции идеи они переплетены там структуры воды ну то есть потому что было видно вот в генерациях но так как у нас платформа на которой могут работать другие художники мы предоставили этот обученную нейронную сеть для работы с другим художником вот и был такой момент когда другой художник использовал нейронную сеть обученную на этом датасете и представил работу на крупном мероприятии вот и это чей датасет она не была на этом большом мероприятии то есть для нее это было бы честь на самом деле оказаться и в этот момент нам сказала удалите пожалуйста возможность кому-то использовать ее датасет и мы впервые столкнулись таким вот действительно важным этическим вопросом использования вот этих вещей потому что это действительно на данный момент никак не регулируется и мы даже иногда не можем представить это потому что мы-то это сделали с чисто экспериментальной точки зрения чтобы поработать исследовать и так далее а потом мы переходим в плоскость реальная когда и вроде ничего плохого на самом деле художник тоже который второй взял он ничего плохого с точки зрения этики не думал но понимаете то есть здесь идет такое столкновение вот поэтому я вот вопросы этики это это сейчас такой важный момент то есть я бы разделил вопрос этики наверное с точки зрения вот датасетов да вот интеллектуального права и вопросов этики как искусственного интеллекта вообще да потому что тут есть другая еще сторона того что к примеру там сгенерированные стейбл диффьюженом фотографии там полгода назад обвалили фондовый рынок США потому что там ну как бы сгенерировали что взорвалась бомба около Пентагона вот ну и как бы на это очень сильно отреагировал рынок ну это была такая небольшая дневная вот но это большие потери для каких-то фондов вот поэтому по поводу этики какие вот может быть с какими курьезными случаями да вот подобного рода вы уже сталкивались или или слышали да то есть вот в своей работе а можно я все-таки еще вернусь к тому прошлому вопросу о котором вы говорили про упрощение и все-таки да и закончу вопросом этики нормативного регулирования и так далее на самом деле мне кажется эта тенденция наблюдается не только в диджитал арте но и в классическом если раньше очень был сильный перепад между условно там людьми которые только начинают свой путь в коллекционер ничего не понимается что-то такое все покупают непонятно что но очень рад и условно такой элитарный прослойка людей которые вкладывают большие деньги в большие галереи и так далее то мне кажется что сейчас как и в классическом искусстве все идет в упрощение там в свое время мне кажется именно платформа сэмпл сделала и блазар в том числе ну вот такой большой срез художников который показал нам что и вправду есть очень много молодых имен и они в целом вот мне кажется сейчас идет тенденция некого упрощения вот у нас сейчас вещит и Глеб Баранов прекрасный на патриках и вот народ значит скупает в хорошем смысле вот работы да прекрасных котов наверное так все сложно представить что супер профессиональный коллекционер бы условно мог себе такое позволить но это говорит о том что все больше молодежи вовлекается очень здорово что мы делаем этот рынок вот таким вот и в диджитал в том числе в большем упрощении это не есть плохо мне кажется что главная концепция идея а с точки зрения нормативного регулирования тоже как бы такая же параллель что мне кажется что к сожалению действительно не регулируется там да в свое время было NFT сейчас мы говорим что мы мы работаем диджитал артом вообще продаем за рубли а с точки зрения этики мне кажется тоже в общем пока это такое вот внутреннее мерило каждого художника да и в общем такая же параллель как и с классическим там искусством которые все равно есть какие-то отсылки другого вопроса вправду да у кого вы их взяли как вы с этим работаете и так далее а здесь наверное коллеги поделятся уже опытом как кураторов Наталья вот интересно вот вопрос этики да и права вы не раз коснулись вот есть ли уже да какой-то вот прецедент не знаю курьез да ситуация с которой вы столкнулись именно вот с точки зрения этического и искусственного интеллекта ну я наверное сталкивалась с интересными такими случаями с процессе экспонирования работ связан созданных с помощью искусственного интеллекта одна из работ которую я показывала в Берлине в 2019 по-моему это был год она касалась это была работа Елены Неканоли Диос Эксмахина и собственно это инсталляция которая является еще таким ну по сути перформативным проектом то есть в реальном времени обученная нейросеть там взламывает открытое доступное устройство и транслирует голосовое или текстовое сообщение ну в составе определенной концепции да вот этого произведения и когда мы показывали эту работу то с одной стороны эта работа она она представляла собой такое осмысление уязвимости современных сетей да того что мы называем там доступным интернетом и то каким образом на самом деле на нашем личном пространстве может сказываться абсолютная цифровизация в том числе домашних пространств и у меня как куратора естественно было очень много вопросов о том каким образом мы вообще в европейском пространстве можем показывать такую работу потому что ну как бы здесь очень много аспектов разных и насколько мы защищены и как куратор и как художник в процессе репрезентации этой работы и на самом деле вот на тот год 2019 ни в Евросоюзе да ни в России собственно не было никаких стандартов и даже дискуссии общественных обсуждений связанных с этим вопросом поэтому возможность показа такой работы объяснялась и обуславливалась только тем что не существует никакого права да и поэтому у нас анархия и в общем то это на самом деле мне кажется уже на тот момент не совсем ну может быть как бы допустимый вопрос допустимый способ репрезентации такого произведения аудитории потому что с искусственным интеллектом важно следующее вот знаете в одно время когда в принципе стало стали все больше распространяться произведения медиа искусства то часто к показу произведений искусства полагалась инструкция ну как смотреть эту работу да в экспозиционном пространстве там как использовать не знаю этот шлем виртуальной реальности там что вам нужно сделать да то есть некая пошаговая история и вот у меня такое ощущение это конечно немножко может быть безумная идея но как куратор меня она очень волнует было бы здорово если бы на выставках современного искусства где показывают работы на базе искусственного интеллекта была еще некая правовая справка о том что происходит вот здесь да касательно собственно тех самых и этических и правовых и юридических вопросов потому что люди должны понимать ну вот как бы все аспекты создания таких произведений вплоть до объяснения того почему в этой этикетке когда мы показываем это произведение искусства указывается например имя художника но почему-то не указывается та нейросеть с помощью которой художник создал эту работу или название того датасета или авторов датасета которые участвовали в создании этого датасета то есть вот здесь наверное важно очень об этом продолжать говорить и тот случай который я описала вот он для меня достаточно показательный потому что получается что до тех пор пока не проработана правовая база можно действительно экспериментировать показывать определенные вещи но ты никогда не можешь быть уверен что в том же виде и в том же составе именно с такой же механикой ты сможешь как художник показать эту работу через 2-3-4 года когда будет действительно установлена правовая база и вот для всех художников которые работают с AI мне кажется этот вопрос критичный есть вероятность что это искусство и их работы достаточно краткосрочно кратковременно именно по этой причине да вот мы все-таки все больше к вопросу права хорошо давайте больше про него потому что ну это действительно наиболее такой важный вопрос сейчас для Generative AI как отрасли вообще то есть именно как бы это касается и бизнеса и тут я бы коснулся двух тем потому что с одной стороны правовое регулирование вот это да то есть ну как бы понимание того как лучше поступить и так далее на мой взгляд сейчас здесь интересно будет ваше мнение но на мой взгляд мы даже там в течение 2-4-5 лет не придем к пониманию и вот юридическим аспектам ну как-то правильно описанному возможно мы придем к этому но только с появлением новых технологий вот об этом сейчас я коснусь тут есть некоторые мысли вот с одной стороны а с другой стороны действительно сейчас вот в области и бизнеса очень многие следят за судебным процессом Stable Diffusion и Getty Images то есть это вот наиболее яркий сейчас большой судебный процесс в котором как раз таки Stable Diffusion как основная опенсорсная модель обученная на большом датасете Lion в который включено очень большое количество данных и художников которые не давали права ну как бы по заявлению Getty Images и других компаний что они не давали права о том чтобы на них обучались но тут есть другой аспект что их никто этого не спрашивал потому что в принципе это никто и не подразумевал то есть как бы здесь не было вот этого момента связанного с тем то что ну как бы никто не думал что эти данные будут и почему как раз вот я говорил про No.ai как движение это появилось движение в эти художники на Artstation начали выкладывать такие логотипы No.ai потому что очень много именно работ художников было взято для обучения Stable Diffusion с этой платформы вот и они как вот как раз там представители либо цифрового либо около цифрового то есть я имею ввиду аналогового как бы творчества они очень все задались вопросом что как так мое творчество использовали и вот здесь интересно ваше мнение потому что мое мнение пока вот именно вот больше вот в ответ на технологию потому что иначе у нас вот не знаю слышали вы нет проходил заседание конгрессе с компаниями типа OpenAI и так далее по поводу как раз регулирования искусственного интеллекта и они сейчас задаются вопросом того чтобы создавать такой аналог МАГАТЭ да то есть МАГАТЭ это для ядерной отрасли а тут вот для искусственного интеллекта потому что ну как бы они приписывают искусственный интеллект по уровню значимость технологии такой же как ядерная вот и мой вопрос вот это правовое регулирование верите ли вы что это можно сейчас вот решить без технологий если да то как если нет то какие технологии и вообще насколько нужно вот это правовое регулирование доводить до аналога МАГАТЭ вот а можно я буквально да на секундочку чтобы потом закончить мне нужно немножко пораньше уйти хотела просто сказать что по первому призыванию ее юрист мне кажется пока не случится да никаких конкретных кейсов которые будут решены и к сожалению иностранная нормативная база нам не поможет поэтому нам придется подождать я так полагаю и как бы пока не будет конкретных дел с конкретными решениями в России так что в общем и тут я с радостью передаю слово коллегам спасибо огромное да вынуждена вас покинуть спасибо большое за дискуссию до встречи да Анна возможно у вас есть на этот счет да на самом деле много было сказано у меня еще параллельно было много всяких разных соображений и на тему курьезности и всего-всего можно вернусь чуть-чуть вот назад вот к этой истории потому что мне кажется она тоже как бы хорошо иллюстрирует и вот наш текущий разговор уже 4 года назад или даже чуть-чуть да 4 года назад я курировала проект где художники художники просто художники не диджитал художники работали вместе с программистами и создавали общие проекты это была американская инициатива арта хэк она до сих пор сейчас существует это такие площадки на которых собираются люди с очень разным бэкграундом и вот создают что-то новое мы сделали несколько команд собрали их и и смотрели что получится в течение трех недель и вот одна из команд создала очень классный проект который потом поехал в Тейт Эксчендж в Лондон на вот площадку в Блаватник Билдинг есть этаж который посвящен как раз обмену опытом это вот такой Тейт Эксчендж это делает команда Digital Object а нет ошибка Digital это у меня уже Object Alliance это Саша Пучкова Digital Makers Collective вот они называются и встал вопрос кто едет ну то есть там бюджеты да вот как бы поездка в Лондон стоит на кону кто едет из команды представлять работу и вроде как для того чтобы она работала речь шла о тоже чат-боте он такой еще был примитивный и мы там имитировали как будто бы существование души вне человека через выгруз как бы данных попытка как бы выгрузить данные чтобы сделать вот такой образ человека вне человека который бы можно было потом ну понятно что это был такой спекулятивный проект во многом вот но тем не менее этот чат-бот работал чтобы собрать данные которые он потом помещал в капсулу как бы вот это ты это твоя как бы суть вот и в общем вот дебаты я курирую куратор едет дальше кто едет дальше вот девочка художница или мальчик программист который как бы потому что там был еще один дополнительный билет кто же поедет вот сначала в общем вроде как было решено что поедет только программист это я о чем говорю да вот есть идея и есть технология да есть тот кто технологии управляет вот кажется что ну как бы право то на самом деле вроде обоим принадлежит но без того что вот девочка придумала эту идею не случился бы весь чат-бот то есть как будто бы и вот это к вопросу про тот эту модель которая была обучена вот к вашему разговору которую просили не использовать потому что она была обучена на других данных как будто бы ценность вот этой вот первичной там личной информации личной идеи все таки вот этого как бы первого импульса она вообще-то главнее ну то есть как бы ценность выше Ну вот как ты приготовишь там, не знаю, печёное яблоко, если ты даже не знаешь, что такое существует, а так ты знаешь, что есть, ну короче, что ты его можешь приготовить, но ты можешь доверить кому-то другому, но тот, кто даже не знал, что есть печёное яблоко, не может это яблоко сделать. Ну в общем, вот так вот, то есть мне кажется, что всё равно вот защита вот этого первого как бы импульса, она должна существовать, вообще, ну как бы я тут не юрист и действительно сложно предсказать, как и когда это будет, вот Полина высказалась, да, что нужны прецеденты, в ходе которых и разрабатывается вот эта вот как бы нормативная база. Да, наверное, так и будет, но вот все сплошь, но, кстати, вот вы сказали, что не на нашем веку, а кажется, что на нашем, потому что очень быстро сейчас всё развивается. На нашем веку я не могу сказать. Да, 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 точно на нашем, и многие вот, все мы знаем Курпатова, понятно, что Курпатов не только психотерапевт, он ещё занимается искусственным интеллектом для Сбера, да, и вот он обозначает тоже, опираясь на, не помню, к сожалению, имя исследователя, обозначает 27-й год как вот такую критическую точку, когда предсказать реальное развитие вот уже технологий вообще всего, что случится, невозможно. То есть если до 27-го года ещё как бы плюс-минус понятно, а дальше как бы это будет какой-то, ну, колоссальный, какой-то качественный скачок, который мы уже как люди не можем управлять. Вот, а всех мрачных историй про то, до чего может разрастись искусственный интеллект, да, и вот сейчас там Маск, например, говорит там OpenAI, вот я буду делать альтернативу, потому что вот OpenAI, там у него свои политические убеждения, я хочу, чтобы максимально, ну, я могу сейчас не точно как бы передавать его слова, но вроде как речь идёт о том, чтобы создать там неангажированного и не предвзятый интеллект. Вроде как он обвиняет OpenAI в том, что есть всё-таки некоторое пред, как это называется, ну, там зачищать датасет на… Да, 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 ну, в общем, вроде бы такой более как бы свободный. Ну, Маск, понятно, что он один из тех, кто как раз и говорит, что нужно контролировать, да, при этом сам делает такие революционные шаги, которые, ну, как бы так двигают все технологии, что уже непонятно, как этим управлять. Вот, ну, да, очень интересно. Я думаю, Курбатов, да, то, что вы имеете в виду, это скорее он говорит про Курцвелла, да, и точку сингулярности по-моему, в 20-м году. Да, но это больше про технологическую, вот, мы сейчас не будем этого касаться тут, если что, отдельно там, ну, как бы, короче, не будем. Сейчас больше давайте про право, и конкретно, что я имею в виду, вот, у нас, вот, действительно, вот, это действительно острый вопрос, что, вот, кто поедет, да, вот… Кто поедет? Да, примерно. И в данном контексте, вот, на мой взгляд, здесь бывают три, наверное, да, вот, концепции, то есть, когда относятся к, вот, вы сами сказали, что художница и девелопер. А есть концепция, где художница и художник-девелопер, вот, это такой тоже немаловажный фактор, потому что… Ну, сейчас, мне кажется, вообще абсолютно точно это так и есть, просто на момент, там, 2018 года это еще как-то было сложно, вот. И, кажется, что это право художница, да. Потому что он как раз в конце уже не мог ее отделить, в смысле он начал привносить туда свое, то есть, он уже тоже воспринимал это как свой интеллектуальный капитал, ну, в общем, у них дальше не срослось. Вот, но, конечно, с момента 2018 года, вот я к чему, и он пошел тоже в искусство, ну, был, по сути, мне кажется, очарован вот этими возможностями, дополнителями, которые существуют в программировании, которые можно вот так расширять в совершенно другое поле. И все изменилось, и сейчас, конечно, художник, честно говоря, часто сам себе программист, вот, и тот самый креатор. Да, да, Наталья, вот как вы можете прокомментировать то, что вот я вот говорил, да, вот если вкратце напомню, что регулирование, оно вроде как нужно, но до какого предела, да, как это понять, как это определить, и вообще в какой перспективе мы можем, наверное, сейчас вот думать об этом, это первое. И второе, это если это все-таки возможно как-то зарегулировать, то мы это делаем, ну, как бы юридически чисто, или какие-то новые технологии нужны? На самом деле, мне кажется, что вообще такой, как бы, интерес к искусственному интеллекту, и вот все, что сейчас вокруг него происходит, является определенным, ну, не знаю, признаком времени в том смысле, что у человечества, мне кажется, это такой, как бы, философский взгляд на вещи, появилось, ну, наверное, большое количество вопросов к самим себе, да, и с точки зрения, не знаю, каких-то базовых принципов гуманизма, там, каких-то духовных принципов, мы просто оказались в такой фазе глобально, когда нам нужно посмотреть на себя со стороны, и вот, как бы, искусственный интеллект как будто бы дает нам эту возможность, и через призму как раз проработки этических вопросов в адрес искусственного интеллекта мы имеем уникальную возможность построить для себя какую-то, не знаю, там, духовную парадигму развития вообще на столетия и тысячелетия вперед, вот, то есть здесь, мне кажется, что, конечно же, работа должна быть построена абсолютно точно совместно, это работа международного сообщества, очень тяжело, как бы, на самом деле, мне воспринимать тот факт, что, например, мы там исключены из ряда комиссий на данный момент, которые занимаются, да, разработками всех правовых, собственно, правовой базы, и вот этих этических вопросов проработкой и в Европе, в частности, и здесь, мне кажется, что любая форма изоляции и конфликта, да, может привести к тому, что и решение этого вопроса будет недостаточным, ну, потому что, на самом деле, это должно быть неким универсальным механизмом, здесь, по-моему, не существует каких-то, опять же, не знаю, там, национальных или каких-то территориальных контекстов в отношении искусственного интеллекта, потому что, ну, речь идет просто о будущем человечества, и я не сторонница взгляда о том, что, там, искусственный интеллект может погубить, там, наш мир, да, и людей и прочее, но искусственный интеллект абсолютно точно является отражением тех проблем, которые есть у нас, и в том числе проблем, как бы, этического характера, поэтому здесь вот я, как бы, связываю все эти правовые вопросы, прежде всего с тем, что перед нами, как перед человечеством стоят очень важные задачи, связанные с урегулированием этого, и я не могу ответить на вопрос, нужны ли какие-то еще технологии для того, чтобы это случилось в отношении искусственного интеллекта, может быть, да, может быть, невозможно быть вот в самом, в самом, как бы, ядре всего, пока оно там плавится, да, и, как бы, развивается как-то, может быть, это действительно необходимо, здесь больше вопрос к разработчикам и к их опыту, но то, что эта работа должна вестись, не знаю, там, всем миром совместно, и в ответ на вопрос, там, нужна ли какая-то организация по типу того, как регулируются вопросы по ядерной отрасли, думаю, что да, думаю, что мы должны все вместе в этом участвовать. Интересно. Анна, вы поднимали руку, я понимаю, что... Да, я просто, вот Наталья говорила об универсальности, сейчас это, конечно, звучит как какая-то мечта, что, вот, ну, как бы, мы обратно все объединимся, и все будет нормально, и, ну, даже вот банально, что чат GPT четвертой версии можно будет оплатить с русской карты, да, ну, то есть вот это вот место, где технология перестает быть доступна, как бы, жителю России, это уже сейчас вот такая зона, я все острее это чувствую, там, у меня, например, до сих пор нет иностранной карты, вот, и для того, чтобы пробовать пользоваться, там, чатом GPT, это вот такая вот долгая история с онлайн-сим, VPN-ами, вот, мы, как бы, заложники вот этой вот, вот этого, там, ужасного раскола, и сейчас технологии, они, как бы, тоже, ну, как сказать, они вот тоже нам показывают эту границу, ну, вот, если ты остался вот жить в России, то тогда, мне тогда кажется, что, ну, неужели тогда вот часть вот этих технологий, ну, там, например, недоступны, у меня начинаются исторические отсылки к периоду, когда, в общем, случилась, да, изоляция и Советского Союза, и, в общем, развитие пошло чуть-чуть не туда, куда пошел, там, скажем, западный мир, ладно, это отдельная тема, но я к тому, что универсальность очень хочется, но технологии и вот эта вот их доступность сейчас, она очень четко показывает, кому, как бы, туда да, а кому туда, как бы, нет, вот, понятно, что можно найти код, но не знаю, как это. Я бы просто, вот, как раз, наверное, чтобы не уходить вот в тему, ну, такую сложную... Да, прошу прощения, прошу прощения. Не-не-не, она, как бы, на злобе дня, понятное дело. Вот, я бы хотел бы просто сказать, почему я вот вижу в технологиях некоторый ответ, но прежде чем вот к этому перейду, хотел сказать по поводу, почему я считаю, что 2-5 лет, вряд ли мы что-то решим, я вот как-то общался с юристом, и он сказал мне очень интересную фразу, которая мне лично дала понять, ну, как бы, что точно это, может быть, даже и больше. Он говорит, подождите вы своим искусственным интеллектом, дайте нам разобраться с ЭВМ, потому что с точки зрения интеллектуального права у них до сих пор, ну, как бы, электронные вычислительные машины, это компьютеры и, там, программы на электронные вычислительные машины и так далее. То есть, представляете себе, да, то есть, отставание от технологического развития в районе, там, 30, может быть, и больше лет. Вот, это с точки зрения вот именно законодательного права. Вот, а с точки зрения технологий, почему я вот не раз, как бы, со своей стороны, вот в эту сторону пытался намекнуть, вот, мне кажется, что здесь есть сейчас интересная вот такая связка. С одной стороны, NFT, да, вот, был хайп, и в определенных кругах сейчас даже, там, так сказать, об этом стыдно говорить. Вот, кто-то в этом видит, наоборот, что, наоборот, хорошо, что, наконец-то, ушла вот эта вот маркетинговая вся завеса, и, вот, мы увидим развитие. И, вот, есть Generator API, как другая волна, которая, вот, идет. Точно, что Generator API и искусственный интеллект – это не хайп, это понятно, потому что это такая технология, наверное, сопоставимая, ну, в моем представлении, с точки зрения вот повсеместности, это, как база данных, да, то есть, и потом она также будет, ну, как бы, невидима, да, вот, как и база данных. Даже сейчас вот через Zoom мы с вами общаемся, на самом деле, там, компрессия данных и какие-то кадры синтетические делаются с помощью искусственного интеллекта, вот. Но мы не давали права Zoom на то, чтобы он нас генерировал, понимаете, да, тут очень много таких нюансов. Вот, и вот NFT, возможно, это, как интересная концепция, я даже не про конкретное NFT, как концепцию, а скорее блокчейн, который может помочь вот нам, с точки зрения цифрового какого-то представления, да, вот, о своем праве начать отслеживать, потому что вот есть там сейчас вот протоколы определенные, там, типа Ocean протоколы, еще что-то, которые, ну, на базе блокчейн протоколов, они могут доказать первоисточник, вот как раз связки вот эти, то есть, если я, допустим, сделал картинку, эта картинка попала в датасет, датасет нейронной сети обучилась на этом датасете, то я буду видеть в генерациях этой нейронной сети свою цепочку первоисточника, вот. И мне кажется, что это такая достаточно интересная концепция, которую вот хотелось бы посмотреть, и учитывая, что и у вас, и, ну, у вас, я имею в виду, и Наталья, и у Анны, есть опыт работы с NFT из Web3, вот, может быть, там будут какие-то новые проекты. Да, Анна? Да, я хотела вот добавить по этому поводу, вот вы когда говорили, что как, я первая, что себе в заметках записала NFT, ну, то есть, действительно, такой способ, опять-таки, да, если говорить о России, сейчас, как бы, NFT в широком смысле недоступен, ждем всех, потому что мы в галерее как раз NFT, вот, занимались, но с определенного периода, когда криптовалюта, как бы, запрещена на территории РФ, в общем, мы не можем официально это делать, мы продаем, как бы, диджитал за рубли, вот. И, господи, потеряла мысль, мысль была прекрасна. А, я читала лекцию про NFT в какой-то момент и дошла до токенизации мема, где, помните, девочка кричит и сзади горит дом, и что в какой-то момент нашелся автор, который его уже присвоил себе и сказал, это, вообще-то, мой, потому что он был тиражирован просто миллионами, и автор токенизировал эту картинку, как бы, присваивая себе право на этот мем уже, наконец, и чтобы его перестали так тиражировать. И вот в ходе лекции, в общем, такая пришла ко мне идея, что, на самом деле, токенизация ждет всю информацию, ну, в каком-то вот, в каком-то таком вот, одна из перспектив – это токенизация любой, как бы, любого бета информационного, да, то есть, там, токенизировать свою дату рождения, я не знаю, ну, что угодно, свою фразу, сказанную тогда-то, свой, там, пост выложен тогда-то, то есть, все оно действительно может быть разбито вот на эти ценные данные, которые, вот, как бы, зафиксированы, да, их точка нахождения в блокчейне, все оно есть, оно, как бы, железобетонно, как будто бы такая перспектива есть. Это про тоталитаризм, это цифровой тоталитаризм, ну, в общем, посмотрим. Анна, вы все вот в какую-нибудь орлскую тему заходите. Ну, это я, как бы, куратор, что же мне делать? Я смотрю и вижу вот так. Да, я понял. По поводу моего тезиса, связанного с Web3, возможно, вы уже с чем-то таким работаете, возможно, есть какие-то, ну, там, примеры художников, да, которые к вам с такого рода идеи приходили. А с какого рода идеи? Я имею в виду использование блокчейна для того, чтобы токенизировать, да, свое, ну, не в плане, NFT, а именно вот в контексте отслеживания. А, нет, пока что такой идеи прям не было. Нет, вот прям такой идеи не было. Вот, собственно, она принадлежит вам. Наталья, а у вас не было, да, тоже, я так понимаю, в контексте именно Web3? Нет, на самом деле здесь я хотела бы поддержать вот эту точку зрения на то, что есть период технологического хайпа, да, когда непонятно, куда бежать и что делать, но при этом все куда-то бегут. И здесь я смотрю, опять же, на кейс Generative Gallery, потому что в период, когда был очень большой рост интереса к NFT, собственно, у галереи было много проектов, и в том числе образовательной деятельности, просветительской, связанной с такими проектами, работой с художниками. Но где-то, наверное, вот весной, да, мы приняли стратегическое такое решение о том, что на данный момент работаем с широким спектром технологий как раз для того, чтобы дать себе время и рынку, и сообществу осмыслить и понять, да, что вообще произошло, и как, может быть, чуть более консервативно, более традиционно теперь уже соотнестись вот с тем опытом, который был. Поэтому здесь как раз, да, это абсолютно точно поддерживает как раз, Олег, то, что ты сказал, как бы внимание более рассредоточенное в сторону других технологий позволяет понять для себя и сформировать какую-то структуру работы с той технологией, которая действительно в определенный момент требовала, ну, как бы очень много внимания и отнимала очень много сил. Вообще, мне кажется, любые вещи на хайпе, в которые приходится как бы кураторам и художникам включаться, требуют прежде всего очень много энергии. И вот почему у меня отношение к AI другое, потому что как будто бы это некая сущность, которая, ну, как бы она, знаете, ну, она фундаментальна. Вот по сравнению с NFT, да, даже как бы на этом уровне восприятия, она просто действительно представляется как некая фундаментальная база. Да, я думаю, на самом деле, кстати, вот если говорить про NFT, да, то скорее это вот аналог ганн нейросетей, то есть есть искусственный интеллект, и NFT это вот конкретная вот его реализация. И по поводу Анны, вот то, что это мне идея, нет, это не мне на самом деле, это вообще концепция Zero Knowledge, она вот в блокчейне сейчас очень сильно развивается, и я думаю, что мы как раз в какой-то момент увидим вот эту вот связку Zero Knowledge подходов и Generative AI, который как раз-таки ответит на вот те вопросы, которые вот мы сегодня задавали относительно права, как нам это все отслеживать. Я вот, если выбирать, да, вот юридическое и вот технологическое решение данного вопроса, думаю, что оно будет скорее вот здесь. У нас сейчас уже заканчивается, я последний вопрос хотел задать. Анна, кто в итоге поехал? Художница или программист? Моя кураторская победа, в частности, состояла в том, что поехали все. Вот, вот, и я думаю, что как раз на этой ноте как раз мы всем даем понятие о том, что кураторы являются тем самым объединяющим звеном между обществом и художниками. Вот так вот я бы сказал. Спасибо вам большое. Спасибо большое. Да, вот, и всем, кто нас смотрел, всем хорошего дня. До свидания. Спасибо вам. Пока-пока. Спасибо большое. До свидания. Продолжение следует...